Вот эта ручка пытается, все равно пальчик, но взять. Но проблема, что ему это очень тяжело, практически невозможно. Такой хрупкий и такой сильный малыш Владику Харитонову три месяца. Каждый день жизни этого ребенка преодоление. На крошечных руках жесткие ортезы для коррекции положения кистей. О том, что у мальчика тяжелая аномалия развития верхних конечностей, врачи сообщили родителям еще во время скринингов. А в день рождения Владика поставили диагноз. Врожденная двусторонняя лучевая косорукость. С правой ручкой нам повезло больше. Консервативно ее можно пытаться исправить. Если даже операция, то попозже, когда ребенок немножко окрепнет. А вот с левой рукой все, она в тяжелом состоянии. Левое предплечье почти в половину короче нормы. Кисть изогнута внутрь, а большой палец ребенка без кости. Первый палец, он совсем вообще никак не двигается. А эти четыре пытаются немножечко двигать, но недостаточно для того, чтобы захватить. По словам врачей, без хирургического вмешательства Владик никогда не сможет жить полноценной жизнью. Предстоит несколько сложных операций. И начать лечение нужно как можно раньше. Первый этап операции – это будет наложение аппарата Элизарова. Аппарата внешней фиксации, так называемого, на кисти предплечья. И в этом аппарате постепенным подкручиванием этого устройства, гаек в этом устройстве, мы будем кисть не заводить по отношению к предплечью. То есть кисть загнута вовнутрь, мы будем ее ставить правильно. Затем хирурги сделают операцию на лучезапясном суставе. Нужно правильно зафиксировать кисть. И лишь после этого реконструировать палец. У ребенка к 8 месяцам должно сформироваться так называемое чувство первого пальца. Владик начнет брать предметы правильно. Позже сможет обслуживать себя самостоятельно. Есть надежда на бесплатную реконструкцию пальца. Но подготовка стоит 380 тысяч рублей. Родители мальчика сейчас в безвыходном положении. Такую сумму собрать быстро за короткие сроки нет возможности. То есть мы не ожидали, что это так быстро нужно будет делать. А если мы подадим сейчас на квоту на предплечье, мы ее все равно не успеем в такие короткие сроки подать, получить. Время уйдет необходимое для реконструкции руки. Возможно, в ближайшее время у семьи возникнут дополнительные медицинские расходы. Врачи подозревают у ребенка синдром рука-сердца. Это наследственное сочетание аномалий больших пальцев рук и дефекта межпредсердной перегородки. В ней у Владика осталось открытым так называемое овальное окно. Кроме того, расширена лоханка почек слева. Есть добавочные пара ребер и бабочковидный позвонок. Родители мальчика уже научились сдерживать слезы. Если ребенок будет видеть, что мы плачем и переживаем за него, он тоже будет думать, что у него что-то не так. А так он знает, что у него все хорошо. Все собранные деньги пойдут на оплату сложных операций и лекарства для малышей. На сайте нашей телекомпании, на сайте Росфонда, вся адреса сейчас на экране, можно увидеть, сколько средств уже удалось собрать и кому из детей они спасли жизнь.